Всем привет! И сегодня у нас очередная распаковка. Вот эта посылка с магазина GearBest доехала в Крым всего за 11 дней. Очень даже быстро. Здесь у нас люксометр, но люксометр этот покупал не я и эта посылка не мне. Это покупал Виктор Шипко. Наверняка кто-то из вас знает канал этого человека. Он купил и знает, что у меня есть вот такой приборчик Radex Lupin. Поэтому он попросил меня, чтобы я сделал обзор этого люксометра. Ну и соответственно, заодно сравнил со своим. Radex Lupin у меня постоянно фигурирует в тестах про лампочки. Прибор, конечно, очень дорогой, но прибор очень замечательный. Со всеми сертификатами, поверками и тому прочего. Которые измеряют у нас не только яркость, но также может и пульсацию, уровень пульсации мерить. В принципе, рассказывать я долго про этот прибор не буду. Я лучше оставлю ссылочку на завод-изготовитель, на сайт изготовителя. И там вы прочитаете. Прибор замечательный, действительно, его можно использовать как эталонный прибор. И вот мы сравним вот эти два приборчика. Как им пользоваться написано на самой коробочке. Ну и естественно, у нас есть инструкция по эксплуатации на английском языке. Здорово. Питается прибор у нас от кроны. Кроны в комплекте естественно нету, потому что батарейки пересылать сейчас запрещено. Давайте поставим батареечку и посмотрим, как он работает. Пластик здесь не самого хорошего качества. Видно, что пластик у нас дешевенький. Ну и, собственно говоря, прибор тоже дешевый. На английской версии магазина Гербеста он стоит 17 долларов, а на русской версии он стоит 12 долларов. На какой версии его купили, я не знаю. На русском сайте или на английском. Но разница в цене есть. На русской версии сайта магазина Гербест он дешевле. Так, включаем. Приятная подсветка. Ну, в принципе, я так и думал, что расхождения у нас будут. И расхождения будут значительные. Радекс показывает точно. Вот этим показаниям можно верить. Здесь вы видите, то есть тут у нас 840, здесь 733. Разница очень большая. Так, уменьшил яркость. 116 люкс против 136. То есть получается, сейчас он на 20 люкс занижает. Ну, а здесь занижает уже намного больше. То есть разница в показаниях нелинейная. Больше он ничего и не умеет делать, по сути. Минимум, максимум, но это неинтересно. В принципе, вот такой приборчик. Покупать его, не покупать, думайте сами. Самое главное, что мы уже с вами знаем, что этот прибор врет. Поэтому, если вы будете смотреть обзоры, где будут использовать для проверки такой же прибор, знайте, что показания там не точные. Если вам нужны точные показания, все-таки нужно покупать именно вот этот прибор. а не дешевые, китайские вот эти вот изделия, которым верить нельзя. В принципе, все. Виктор, вот такой твой прибор, ты сам все увидел. Он работает, но показания врут. И здесь еще хорошо, что аккумулятор не нужны никакие батареечки. Он маленький, аккуратненький, удобненький и может намного больше. Вот и пульсация у нас, неосвещенность в канделах, ну и естественно в люксах. Все. Всем пока, до новых встреч. Ссылочка на этот прибор будет в описании. На этот прибор тоже я в описании прикреплю ссылку. Если покупать, то покупайте именно вот этот прибор, а не вот эту вот игрушку, которой вы пользоваться все равно не сможете, потому что, ну уж сильно он умрет. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok